друзья всем большой привет наконец-то у нас началось официальное лето сейчас уже заканчивается июнь и все больше и больше туристов приезжают на отдых в барселону на ближайшие побережья коста браво коста моресме коста дорадо и вообще наверное сейчас по всей испании вот сам разгар туристического сезона у меня очень много обращений с вопросами как купить абонемент за 10 евро на пригородные электрички и я всегда отвечаю на этот вопрос сегодня решила записать ролик чтобы у меня была эта информация на канале и кто будет спрашивать я уже буду этот ролик сбрасывать чтобы человек мог посмотреть инструкцию где как подробно что купить и куда можно доехать и вообще что такое 6 зон и почему многие называют эти абонементы бесплатными в общем часть ролика сегодня будет посвящена именно покупки абонементов ну что ж начнем с самого начала где можно купить билеты это можно сделать в кассах в автоматах либо через приложение мы всегда покупали через мобильное приложение поэтому сейчас мы будем именно это с вами делать в первую очередь скачаем приложение зарегистрируемся и купим себе билет погнали открываем магазин приложений и ищем приложение который называется сирка не с вот так она выглядит скачиваем его для покупки абонемента нашей зоны нам надо указать станции которые входят в первую последнюю зону так планы с входит у нас например шестую зону укажем его станция например санс барселона это первая зона дальше нажимаем здесь на трендс мы видим расписание поездов нажимаем buy открываем список билетов и выбираем об рекурренты чтобы произвести оплату за билет нужно зарегистрироваться и так регистрация заполняем поле электронный адрес придумываем пароль вводим фамилию и имя обязательным полем является документ поэтому выбираем списка тип нашего документа вводим его номер пример паспорт также номер телефона мы можем выбрать нашу страну код нашей страны и ввести номер телефона после того как мы заполнили все поля нажимаем кнопку продолжить соглашаемся с правилами компании и регистрируемся теперь нам осталось только зайти в нашу личную запись чтобы произвести оплату за абонемент ну чтож пробуем оплатить получаем предупреждение и нужно знать что каждый абонемент он персонализирован и привязан к какому-то документу поэтому вводим номер документа на кого мы будем сейчас покупать абонемент и оплачиваем после завершения процедуры оплаты мы получим qr-код и семизначный код с помощью которых уже сможем распечатать живой билет на станции кто со мной сейчас оформлял абонемент и я хочу поздравить у нас должен быть заветный код с которым мы можем сейчас отправляться на станции чтобы распечатать нам билетик в автомате ну что отправляемся эти проездные за 10 евро можно купить в 2023 году они работают каждые четыре месяца отдельно то есть первый билет можно было приобрести 1 января который действовал до 1 мая дальше у нас сейчас летний период действует билет с 1 мая по 1 сентября и уже с 1 сентября можно купить новый билет который будет действовать до конца года 10 евро это является залоговой стоимостью за билет если по правилам пользования этого билета вы совершите 16 поездок то залоговая сумма вам будет возвращена например на карточку если мы оплачиваем карточкой поэтому очень удобно покупать через приложение билета потому что там указан номер карты на которой собственно и производится возврат денежных средств нас такое было мы уже пользуемся получается третьим комплектом билетов у нас уже пошел все это дело началось еще с осени прошлого года очень удобно в испании существует несколько перевозчиков по железнодорожным путям поэтому нужно быть внимательным и понимать что мы покупаем только на определенного перевозчика эти абонементы у него есть свой логотип это вот такая вот беленькая буковка на фоне оранжевого квадрата ради sd каталуния нам нужно найти киоск именно этого перевозчика вот он здесь провести следующие манипуляции так мы находим вот такую кнопочку сейчас реклама появилась мы мы находим вот такую кнопочку нажимаем на нее потом переходим в рингвисер конец вводим наш код который мы получили после покупки билета нажимаем асептар потом забрать наш распечатанный билетик в котором будет указан ваш идентификационный номер это номер паспорта который вы указывали при покупке билета все заветный абонемент у нас мы можем теперь им пользоваться диапазоне 6 зон еще раз хочу обратить внимание что на каждом билете есть какой-то документ за которым он зарегистрирован и в случае если в поезде будет проверяющий кондуктор контролер то по правилам нужно предъявить свой паспорт либо документ удостоверяющий личность на которой этот проездной зарегистрирован и получается что его как бы передавать друг другу она это будет незаконно я только что совершила поездка от города эльма сноу в барселону я нахожусь на площади каталонии именно здесь я вам хочу пояснить по поводу 6 зон здесь есть табличка картинка которая все в принципе даст нам понятия о этих шести зонах первая зона это в основном барселона вторая зона это такое ближний пригород под наш город эльма сноу входит во вторую зону ну и чем дальше находится город 7 большую зону нужно проехать всего их 6 например big можно съездить или вот город план из тоже он находится в шестой зоне электричка курсирует по разным направлениям как вдоль побережья так и глубь страны например можно сиди съездила новым ну и вот карта выглядит вот электричество удобно останавливается и в барселоне тоже например на станции кота работ можно за 10 минут дайте до саграды фамилия станция триумфальная арка мы можем посмотреть на триумфальную арку сходить в один из самых популярных здесь парков это парк сутадель но площадь каталунии это все тут центр центра чего здесь только нет и посвежит играть я улице как торговый центр и ла рамбла пешеходная улица в общем можно путешествовать даже на этих электричках не только по пригороду но даже посмотрю слое вот собственно и она эта улица посещать играть и здесь очень много магазинов и чем дальше мы будем ходить от площади каталонии тем более люксовые брендовые магазины мы будем встречать кто не хочет ходить по улице и заглядывать в каждый магазинчик здесь рядышком есть торговый центр который называется корт англес и это уже 7 этажей шопинга на любой вкус и цвет и вот это вот волшебная надпись рыбаха сообщает нам о том что сейчас уже скидки ну и собственно да конец июня в барселоне начались скидки это слова рыбаха с можно встретить на любом сейчас магазине скидки большие так что я приехала сюда именно посмотреть что можно себе прикупить на лето иду в магазин но сегодня у нас не будет шопинга с вами вместе сегодня у нас основная цель это рассказать про электричество когда вы собираетесь воспользоваться станции метро пригородных электричек всегда обращайте внимание ту либо иную станцию на входе всегда должно быть обозначение вот этой вот буковки r сейчас ее вандалы кто-то заклеил какой-то наклейкой но вот белая буковка r с оранжевым квадратиком это то что нам нужно поскольку электрички ходят по разным направлениям соответственно существуют разные станции где нужно правильно сесть на электричку которая довезет уже до места которую которую мы хотим попасть всю информацию по расписанию как ходят электрички и прочее прочее можно почитать на сайте ренфи я ссылку на сайт оставлю в описании а мы спускаемся на пляж идем смотреть салют в честь дня и в честь недели праздника города вас сегодняшнего дня с 28 июня у нас начинается праздничная неделя именно праздника города или масноу вот будут каждый день организован у нас какие-то фиесты праздники мероприятия сегодня ожидается концерт диджей на пляже ожидается праздничной агонии с барабанщиками и фейерверк в прошлом году мы ходили на это мероприятие концерт был так себе а вот салют был отличный я салюты очень люблю поэтому мы спускаемся посмотреть снова салют и я надеюсь что будет зажигательный диджей я смогу еще и потанцевать на пляже я хочу сказать что мне будет очень приятно если моя информация по абонементам кому-то будет полезно это будет прям супер если какие-то вопросы у вас еще остались дополнительные спрашивайте задавайте я всегда с удовольствием отвечу если какие-то вопросы которые я буду не знаете так напишу что я не знаю поэтому что бывают такие случаи бывают разные ко мне вопросы приходят к сожалению я как бы не во всех областях далеко здесь не всезнайка поэтому что могу то обязательно подскажу ну все ладно топаем на пляж мы уже топаем по променаду и тут столько народа а еще что очень неожиданно для меня потому что в прошлом году этого не было много много разных яхт приплыла к берегу чтобы смотреть салют вот начало пляжа нашла и смотрите все огни в море это все яхточки которые вы приплыли видите сколько много огоньков да на пляжах повеселее чем даже на празднице план на пляжных черенгитосах людей как никогда посмотрите сколько столиков специально еще было доставлено потому что тут вообще столько в один ряд людей негде яблоко упасть и и и и и и и и вот мы собираемся с глебом сесть в первый ряд прямо сюда пойдем у нас тут на пляже такая тусовка вообще людей битком все взрывают что-то вот это сан-план отдыхает по полной ждем когда начнется фейерверк это минут 15 там еще подождать мы с собой пледе взяли поэтому мы тут вообще сидим с большим комфортом я решила подойти к морю чтобы посмотреть на яхты смотрите сколько приплыла яхта не так все в рядочек выстроились ну и на людей у нас на пляже просто тьма там у нас сцены и слышно что на сцене музыка какой-то концерт идет мы пойдем туда уже после салюта и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крутой салют вообще был. Да, круче, чем в прошлый раз. Ну что, пойдемте к сцене сходим. Сейчас уже почти 12 часов ночи. Завтра четверг. А здесь полно людей. Так вообще, что завтра у всех выходной. Просто толпа. Так, у нас есть сцены. На сцене идут концерты один за другим. Сейчас вот начнет работать новый диджей. Восколько это все дело закончится, непонятно. А мы уже идем домой. Я очень рада, что мы на салют сходили. Глеб, понравился салют? Ну да, да, нормально. Очень много налоги у нас раскупают. Налоги окупаются. В общем, ребята, все. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Мы совсем скоро с вами встретимся в новых видео. Я вас всех обнимаю. Всем не скучайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok